Предвосхищая вопрос, сразу у меня готов ответ. Данная пара камней продается мной по одной простой причине. С определенного момента они выпали из моего заточного набора. И на данный момент времени он представляет собой следующий комплект. Если ситуация требует основательного изменения геометрического строя района фасок, то есть, другими словами, после тех барьера, либо убирая крупные сколы, замины, завалы, режущие кромки, используется 400-й чосера, которому, наконец-то, я ключик подобрал. Далее, после него, когда фаска полностью сформирована по всей длине, 2000-й шептон, и сразу после него происходит переход на вот этот камень. Когда-то я его, вероятно, уже показывал. Это антикварный бельгийский катикул слоя лавиньет, который очень легко определить по вот этим проникновениям желтого слоя в слой ББВшный. Вот с этой стороны оно есть. И в обратном порядке определенного рода проникновение ББВшного слоя в слой желтый катикульный. Вот оно, а вот здесь оно небольшое. Ну, камень этот практически идеальный. Его я могу использовать с применением нагуры, либо выбивая суспензию собственную из камня. Соответственно, суспензия эта разводится в результате до молочной консистенции. И после этого уже стартует финиш надоводочной работы. У меня для этого два японских натуральных камня, один из которых крайне твердый и делающий геометрию фасок и, в общем-то, образующего угла между ними, другими словами, режущей кромки. Практически идеальный. И потом есть еще атрибутированный хатахошек небольшой, карасик, который обладает практически волшебной суспензией. И она вычищает все практически до идеала. Соответственно, выпали у меня два камня из заточного сета. Безусловно, камни, не побоюсь этого слова, лучшие. Как для бритв, так точно лучшие. Поскольку они имеют достаточно мягкую связку и очень хорошо работают. Оба эти камни, это на Нива серии Суперстоун, 5000 камень и 8000. Вот они подписаны. Размеры у них полные. Практически там пару микрон я с них снял, естественно, поскольку постоянно камни равняются. Но камни идеальны. Единственное, из личного опыта я пришел к тому выводу, что несмотря на то, что завод-изготовитель нет в рекомендациях условия по предварительному замачиванию, оба эти камня я замачивал предварительно как минимум на полчаса. Для этого камня это не так характерно. А вот восьмерка, она, несмотря на то, что камень крайне плотный, вот он отсвечивает, но, как бы это странно не звучало, очень сильно он воду активно пьет. Поэтому я бы все-таки порекомендовал его замочить. Ну, даже несмотря на то, что сейчас очень жарко на улице. Вот, смотрите, они вытянуты. Смотрите, что происходит. Практически моментально. И, понятное дело, вода стекает, но все равно вот это мокрое пятно, оно просачивается туда вглубь. Поэтому все-таки замачивать хуже не будет. И так. Вот, вашему вниманию, два камня. Пятитысячный и восьмитысячный. Отдам, естественно, даже с учетом того, что камни еще целые, с приличной скидкой. Две тысячи гривен за этот и две с половиной за этот. Как минимум, по пятьсот гривен с каждого камня сэкономить. Естественно, камни рабочие. Если не заморачиваться с природниками, то к этим двум докупить какой-то банальный макиту, 1200 гривен за 300. И практически готовый основной заточной сет. На доводку купить какого-то япончика. Я думаю, бельгийца все-таки будет недостаточно. Потому что, естественно, он субъективно в моем заточном сете, он с этим, он как бы это сказать, предфиниш все равно он обеспечивает. Для финиша его, ну, как по мне, мало. Хотя здесь, конечно, несмотря на то, что камень работает с суспензией, он все равно зеркален. Ну, классная порода, вопросов нет. Поэтому, еще раз, вот вашему вниманию отличные два рабочие камня в основной заточной сет. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok